В минувшие выходные в Волосовской школе номер один прошло спортивно-развлекательное мероприятие для детей и родителей «Гонка героев». Не в первый раз ребята вместе с мамами и папами испытывают свои силы на прочность и выносливость. В предыдущий раз «Гонка героев» проходила в октябре. Сейчас, в условиях зимы, организаторы поставили перед участниками новые, не менее интересные задачи. Скажите, пожалуйста, Андрей, как возникла такая идея? В чем у нее смысл? Ну, во-первых, я являюсь председателем управляющего совета не первый год в этой школе и у нас стало традиционно проводить какие-то мероприятия, которые позволяют нам объединить детей, учителей и родителей в какое-то единое целое для того, чтобы они дальше вместе развивались и росли. Могу сказать, что активность, с которой мы когда начинали свою работу, она была намного меньше, чем сейчас. Сейчас все-таки время меняется. Интересованность родителей, воспитания своих детей, она все-таки растет, возрастает. Я думаю, что все-таки мы меняемся в лучшую сторону. Получают родители, наверное, так же, как дети. И какая радость у детей получить удовольствие и увидеть, что их родители, так же, как они, участвуют в каких-то определенных соревнованиях и открывают какие-то свои закрытые стороны, о которых детях даже не догадывались, как и могут быть у их родителей. Снежный боулинг, ходули, переправа на ватрушках, тени-толкай, прыжки в мешках и тройные лыжи. Чего только не придумали организаторы праздника, особенно впечатляют тройные лыжи. Это здорово, что родители привлекают вообще, потому что это мероприятие потом закаляется в дальнейшем, появляется такое немного союзного времени. Это хорошо. И что с детства вот такие вот юные, вот уже в этом участвуют, это очень здорово. Потому что закалка куется вот с таких кадров. Самое главное, это здорово, что такие мероприятия проводят. И в дальнейшем надо это все, все больше и больше мероприятий участвовать. Почему вот эти вот дурслеты возобновились, все вот это, вот это здорово. Перед началом гонки героев ребята и родители чувствуют себя несколько зажатыми и замерзшими, немного стесняются, переминаясь ноги на ногу. Но пройдя через сложности спортивных состязаний, как говорится, в одной упряжке, к финишу все приходят довольными и румяными. Когда поступило предложение участвовать в таких играх, как гонка героев, каждый родитель хотел как-то себя показать, постоять опять же за честь класса, поддержать детей, потому что без родителей команду бы не допустили. Ну, соответственно, пришлось набирать команду родителей и в путь. Ну, как вам в мешках поделилось? В мешках, в принципе, нормально. После тройных лыж мне показалось, что здесь все остальное легко. Больше всего запомнились ватрушки, потому что мы падали и не могли удержаться. Мне запомнилось, как мы прыгали в мешках. Мне очень понравилось. Ты не упала? Нет. Мне понравились палки вот эти. Где надо было вдвоем, где надо было вместе. Да, коллективная игра. Было интересно, когда ты едешь на ледянке и тебя заносят разные стороны, и ты просто едешь спиной ко всем. Тебе кричат, за тебя болеют. Было очень приятно. У строителей гонки героев призывают родителей провести время со своими детьми и открыть новые грани личности своих чад. Известно, что после таких соревнований дети никогда не болеют простудами. Видимо, секрет в бесконечном движении и позитиве, который получают участники мероприятия. Гонка героев – это замечательная зимняя забава и настоящий спортивный праздник, который опять удался. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова